Ну если коротко, я люблю себя. Не надо коротко. Ну я прям сейчас искренне с тобой буду, Света. А со мной только искренне. Я возбуждалась. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. А со мной очаровательная гостья Ольга Ларина. Она генеральный директор клиники эстетической медицины Тори. Правильно все? Все правильно. Хочешь поздоровайся со зрителями? Хочешь не здоровайся? Здрасте! Здрасте! Привет всем от Ольги Лариной. Золотая женщина, прекрасно выглядишь. Оль, у меня сразу к тебе вот такой вопрос. Относится он не к клинике Тори, а прям вот сразу к тебе напрямую. Скажи, пожалуйста, почему ты не стесняешься своих аппетитных форм, с удовольствием выставляешь в Инстаграме фотографии, где ты в купальниках? Почему ты такая счастливая и какого-то черта без комплексов? Почему в твоих глазах вот такой огонек? Расскажи тем женщинам, которые сидят, унывают, которые просто надоели мне с вами унылыми лицами. Поделись своей радостью. Как тебе удается радоваться по-настоящему жизни? Быть такой активной, такой востребованной. Как тебе это удается? Ну, если коротко, я люблю себя. Не надо коротко. Как ты полюбила себя? Я правда люблю себя. И не всегда так было. Вот. Я вот подозреваю, что не всегда. Если вернуться в детство, то я была настолько скромной и где-то даже забитой девочкой. Может быть, даже и гадким утенком. Стеснялась себя, своей внешности. Особенно... Ну, я прямо сейчас искренне с тобой буду, Света. А со мной только искренне. Особенно своих зубов. А ты пампушкой была такой в детстве? Нет, нет. Я была очень-очень худющей. А комплекс какого плана? Зубы не нравились? Зубы не нравились. И я всегда стеснялась улыбаться. И мой любимый жест, я вот так вот всегда... Прикрывала. ...говорила со всеми. Что было с зубами? Я родилась в Мордовии. А в Мордовии славится флюорозом. То есть, когда в воде содержится высокое содержание железа. Все дети этим больны. И только в 20 лет мне посчастливилось заменить эти зубы и... И ушли комплексы. Я не знаю, да. И начать сияться. Нет, комплексы ушли гораздо позже. Ну, а что значит полюбить себя? Вот эта фраза избитая, но никто не понимает, что это такое. Ты знаешь, это правда очень трудно объяснить. Принять себя такой, какой есть. Я долго к этому шла. Доказывая окружающим, что я не такая, что я жду трамвая, что я больше это умею. Слушай, а вот это доказывание, тратить время на вот это вот, это не пустая трата времени? Зачем доказывать кому-то? Мне кажется, здесь не про любовь сейчас к себе. Вот сейчас я могу сказать, что это вроде как пустая трата времени. Но если опять отмотать пленку назад, я бы ничего не изменила из того, что я делала. Я честно могу сказать, что я больше всего доказывала, что я другая родителям мужа. Меня взяли замуж в город, из деревни. И его семья по социальному статусу была гораздо выше нашей тогда. А, то есть ты доказывала им, что ваш сын не ошибся, что все будет хорошо до все время. Да, именно. Ну и сейчас я думаю, что они это видят, а я прославляю это их фамилию. Ну мотивация такая хорошая. И вот они действительно не ошиблись. Такая золотая, яркая женщина сидит, абсолютно успешная, уверенная в себе, молодец. Но ты, вот я смотрю твой инстаграм, кстати, как тебя найти, чтобы наши зрители могли тоже полюбоваться? ОН.Ларина. Да, ОН.Ларина. Я смотрю, и действительно такой позитив, еще мне нравится твоя тяга к путешествиям. Я думала, только я люблю путешествовать, а нет. Но вот я смотрю, ты открываешь такие уголки, куда бы я, вот не знаю, когда бы я могла туда забраться. Вот, и как бы это у меня получилось, ты очень активная, в себе столько много жизненной энергии. И правда, где тебя только не носила. Вот расскажи немножко об этом. И что тебе это дает? Ну я считаю, это главное в моем жизни. Я очень люблю путешествия. И когда-то я ответила на очень сложный и простой вопрос в книжке своего учителя прочитала. Вот представьте себе, что вы в преклонном возрасте, и ваши внуки спрашивают ваших детей, а какой там дедушка, бабушка, чего он достиг в этой жизни? И надо было ответить, вот что бы ты хотела, чтобы о тебе говорили внуки. Сама пишешь эту историю, да? Да. Я хотела бы, чтобы обо мне сказали, ну сейчас у меня одна внучка, что бабушка видела весь мир, что бабушка вдохновляла людей на успех, на веру в себя. Но вот это ты чувствуешь себе, есть такая миссия, да? Если я справилась со своими комплексами, если, то есть я хозяйка своей судьбы, правильно я услышала? Правильно. Если я хочу вот, чтобы эта история выглядела именно так, и ты ее сейчас пишешь, мысленно представляя, как твои внуки и правники будут рассказывать о тебе, то рассказывать, что ты уже сейчас сама пишешь. Я правильно тебя услышала? Правильно, да. А почему ты не стесняешься, что ты бабушка? Некоторые стесняются, почему ты нет? Еще пост об этом написала, на ключе какая-то. И что, я бабушка, да, 44 года, а мама моя вообще в 40 бабушкой стала. Да. Ну вот, понимаешь, а некоторые стесняются. А почему стесняются? Стесняются называть свой возраст, стесняются сказать, что они бабушки. Им кажется, что они вот такие сразу старушки. Вот, какая-то такая ассоциация не очень хорошая. А ты не стесняешься, вот такая вот дерзкая, я бабушка, и гордишься еще этим. Как это объяснить? Ну, я даже и платок могу надеть. Да, ты в этом плане. Хотите платок, хотите платок, хотите, да, хотите, сниму платок, хотите, очки надену. Ну, вот я просто советую, правда, всем посмотреть твою страничку и набраться той жизненной энергии, если кто-то чувствует, что этой энергии не хватает. Просто достаточно на тебя посмотреть, это правда. И этим ты мне очень симпатична и очень нравишься. Но вернемся к клинике Тори. Во-первых, я всегда сразу цепляюсь за название. Тори, я только знаю, были члены политической партии в Англии и Великобритании. Вы там что это, вот это Тори-то взяли название? На что намекаете? Вообще, все элементарно. Тори от имени Виктории. Ну, если докопать глубоко, и партия имеет значение, и Тори японские имеют значение. Когда была в Японии и увидела эти Тори, эти красные ворота, я очень много вопросов задала Гиду. Она сначала не поняла, господи, мне про эти Тори никто столько в жизни не спрашивал. Говорит, а почему так интересуетесь? Я говорю, да клиника, в которой я работаю, называется Тори. Так вот, каждая компания в Японии считает за честь поставить эти вороток. Это символ процветания и успеха. И чем они массивнее, выше, тем успешнее компания на рынке. А ваша компания сколько на рынке? Если говорить о Тори с самого начала, то уже шесть лет. Я в этом проекте работаю два года. А вот смотри, конкуренция бешеная, да, согласись. Что только не предлагают, и все кричат во все горло, что мы самые лучшие, и все передовое у нас. А почему вы действительно лучшие, и почему все лучше у вас на самом деле? Как ты это объяснишь, и почему у вас с клиентами нет проблем? В чем секрет? Поделись. Вот когда дойдешь со собственными глазами, все и увидишь. Но для тех, кто еще не дошел, но собирается. В людях, вот что бы мы ни говорили, не стены определяют успех, а те люди, которые там находятся. Со всей ответственностью, уверенностью заявляю, что в нашей клинике самые высокопрофессиональные врачи. На текущий момент у нас 17 врачей-косметологов и еще шестеро эстетистов. Это люди, которые не врачи. А эстетисты? Поясни для тех, кто не знает. Это что? Эстетисты-косметологи, они делают уход по лицу, по телу. А врачи занимаются уже такими более глобальными, серьезными вопросами омоложения. Ну, опять же, смотри, я много видела генеральных директоров клиник эстетической косметологии. И все они выглядят, в общем-то, стандартно. Как выглядит любая модель. Ну, не знаю, как их назвать. Чики или как они там. Ну, в общем, у них все, что надо. Обрезали, отрезали, тут надули, тут подшили, тут это. Ты выглядишь очень естественно. Может быть, это тоже такая визитная карточка, да, что я вот, и не стесняясь своего возраста, более того, мне кажется, красиво это то, что, ну, например, ты выглядишь, ну, тебе там 44, а ты выглядишь там на 34, да, вот если десятка, вот эта разница есть, то это нормально. Если ты выглядишь хорошо, но ты понимаешь, как это все сконструировано, да, вот как-то выглядит не искусственно, ну, как-то искусственно, наоборот, да, или сильно большая-большая там разница, то это как-то вот противоестественно. Вот ты что-то делаешь или нет, признавайся. Конечно, я что-то делаю. Ну, мне кажется, что я выгляжу на 44, на тот возраст, который у меня есть. Но главное, что, ну, хорошо, я не буду там ничего доказывать, просто имеется в виду, ты выглядишь и тебе комфортно в своем возрасте, тебе он нравится. Да, 44, но мне нравится, как я выгляжу на свои 44. Мне нравится поддерживать свои морщины. Ну, в смысле поддерживать свои морщины? Ты их не убираешь? Нет, я их убираю. Буталтоксин никто не отменял. Но врач это делает настолько аккуратно и естественно, я всегда говорю, поржать-то я люблю, и важно, чтобы мимика сохранялась в этот момент. Вот, вот это важно. Чтобы все двигалось, и у меня все есть, и все двигается. Вот, кстати, для тех, кто не знает, сейчас вот такой миф укоренился в головах, что если ботокс, то ты вот замерла, как кукла с этой маской. То есть мимика сейчас сохраняется? Расскажи вот об этом. Сохраняется, все сохраняется. Главное попасть в надежные руки. Если вот придешь когда в клинику, да и на фотографиях посмотришь всех врачей, у нас нет каких-то мумий с губами, с выпученными глазами. Все естественные. Все выглядят на свой возраст. Да, это визитная карточка. А вот когда надо начинать и не бояться делать эти самые инъекции, а не просто там ухаживать за лицом, а вот что-то такое кардинальное делать. Потому что у меня есть подруги, которым, извини, меня и 30 еще нет, да? А они уже под общим наркозом, находясь там чуть ли не 6 часов, делают себе, ну сказать все, не сказать ничего. Ну правда, реально все делают себе. И чем это грозит? Я не врач, но интуитивно чувствую, что это, в общем, страшная какая-то история. Мне трудно представить, как они будут выглядеть в нашем возрасте с тобой. Ну это современная тенденция менять себя, спокойно менять. У наших детей. Если 18 лет назад, я в этом бизнесе 18 лет, косметология, пластическая хирургия была доступна, обеспеченным только дамам, и возраст пациентуры был 35+. Сейчас он резко упал. Нам звонят и подростки 14 и 16 лет. Первое, что они хотят сделать, если о нас говорить, губы, ну они могут прийти только с мамой и с папой, чтобы подписать договор на медицинские услуги. Они ходят. Ну а вот тот же самый ботокс, или как он правильно называется? Ботулотоксины, их несколько видов, 5 видов существует. Если придет такой ребенок, несовершеннолетний, с мамой, мама даст согласие, ребенку уколит эту историю? Ботулотоксины колоть ребенку, бессмысленно. Зачем? Ну мало ли в голову ему взбредет, вот я улыбаюсь, у меня морщина, например, скажет ребенок, а мне это не нравится. Или мне так каца, что есть морщина. Нет? Мы часто отказываем в каких-то услугах. Это странно звучит от руководителя коммерческого заведения. Но мы отказываем. Ну на самом деле это очень хорошо звучит, потому что будет тогда доверие к вам. Не просто тупо срубить денег, как говорится, а подходить к этому по-человечески. И вот человеческое лицо вашей клиники, хоть и коммерческая история тоже никто не отменял, но это большой плюс на самом деле. Спасибо вам за это. Спасибо. Еще я смотрела, как ведется Инстаграм клиники Тории, там тоже такая двоякая история, на мой взгляд. Вот я сейчас как психолог говорю. Мне, как зрителю, прикольно смотреть, как врачи дурачатся. У тебя там такие интересные ролики. Вот опять же советую зайти посмотреть. То есть можно это расценивать так. Мы такие свойские ребята. У нас классно, у нас весело. И тем не менее мы не забываем там про свою работу. Держи марку. С другой стороны, я могу посмотреть и сказать, ну как-то несерьезно все, ребят. Вот нет у тебя опасения, что снимая такие прикольные ролики, чтобы прилечь к Инстаграму, ты опасаешься. Вот с другой стороны, может такое быть мнение. Что-то какие-то несерьезные они, врачи. Все правильно говоришь. Двоякое мнение. Почему такие ролики? Они не специально сочиненные. Это желание не меня, а каждого, кто там работает. Мы пляшем и поем. Это те таланты, которые есть у каждого сотрудника, помимо профессиональных. Очень часто кто-то подходит и говорит, а давайте мы снимем вот такое. Моя задача найти артистов. Правильно. Но с другой стороны, это креатив. Это креатив и это открытость. Еще, я всегда говорю, в советских времен пошло, что врачи, они какие-то не люди, они совершенно оторваны от этой земли. Там все по-другому. А тут врач показывает себя, что он такой же человек. То есть здесь ты тоже рушишь шаблоны. Да, можно сказать так. Слушайте, врач это тоже человек. Конечно, человек. Который может посмеяться еще как. Похлеще, чем вы. И приходите с другой стороны к нам за хорошим настроением. Еще такой момент. Смотри, раньше было, конечно, очень модно привлекать всяких там светских львиц звезд, показывая тем самым, что, посмотрите, звезды доверяют нашей клинике. И на сайте, на вашем там полно звезд, которые приходят обслуживать. С одной стороны. С другой стороны. Прошло время, и я как простой обыватель, и не только я, там понимаем. Ага, звезд притащили, чтобы пиар сделать. Скорее всего, там, если она обслуживает, то есть там либо цены бешеные, либо просто ее привлекли, чтобы рекламу сделать. Вот эти звезды, они сейчас помогают или мешают, которые на сайте и которые в вашей клинике? И не отпугивают ли они простых клиентов, которые говорят о том, что, о, ну, если там вот это обслуживает, там, наверное, цены просто сумасшедшие? А у нас абсолютно разные пациенты. Вот разные. Как и все мы в этом мире. Отпугивают они или нет, но к нам они ходят. Вот, это самое главное. Вот могу рассказать историю. Понятно, сейчас модно привлекать блогеров, особенно там с большим количеством подписчиков. Да, какие-то услуги мы делаем им бесплатно. И всего один раз мы купили блогера. Проект был неудачным. Но спустя месяц этот очень известный крутой блогер позвонил и сказал, я буду ходить к вам за деньги. Вот, отлично. Это говорит о том, что да. Это доверие, да? Доверие, это очень круто. Те звезды, которые у нас на сайте вывешены, они часто приходят чай попить, просто поболтать. Где вы находитесь? Это удобное месторасположение. Парковка сразу волнует, интересно. Расскажи, где вы что? Место, правда, шикарное, напротив Донского монастыря. Историческое такое место. Дом отдельно стоящий. За забором. С парковочными местами. Потрясающе. Поэтому можно зависнуть хоть на целый день у нас, что и делают пациенты с удовольствием. Здорово, здорово. Код и вкусный. Адрес прям точно. Третий Донской проезд, дом 1. Третий Донской проезд, дом 1. Дом 1. Первый во всем. Да. Сразу такой расслоган. Слушай, ну замечательно. А расскажи про какие-то новинки, о которых мало кто слышал, знает, у вас они точно есть. Ну, мы можем похвастаться крутыми аппаратными методиками. У нас 5 лазеров в клинике. Три очень дорогостоящих лазера – это Сайтон Джоуль. Аппарат сочетает несколько лазерных методик. Но я не буду углубляться в подробности ввиду того, что я не врач. Но один из этих аппаратов стоит 250 тысяч долларов. Не каждая клиника может себе позволить. Да, да, на самом деле. Но в сезон, можно сказать, там на него очередь сумасшедшая. Даже очередь? Да, очередь, да. И иногда и специалистам приходится дополнительные дни какие-то выходить, потому что запись на аппарат такова. А чем он так хорош? Что такое с ним? Это лазерная шлифовка. Вот прежде всего популярна. Хейла называется. Там сочетается два вида лазера. И реабилитация очень комфортная. Ну, если, как все знают, что такое лазер, корка будет, неделю облизать будешь, никуда выходить нельзя. Здесь прям вот light-light вариант. И потом, как я говорю, я тоже люблю эту процедуру, у тебя лицо как попа младенца. Вот правда, вот в прямом смысле этого слова. На этом же аппарате установлена хорошая насадка по фотомоложению, BBL называется, там омоложение на генном уровне. Да, сделал курс процедур. Ну, не знаю, тоже как наливное яблочко. И насколько хватает? Насколько хватает? Ну, Хейла рекомендую делать раз в год, BBL два раза в год курсом. Ну, из того, что мы сейчас имеем, вот эти все новинки и технологии современные, скажи мне по чесноку. Вот старость, она вот сейчас, вот это просто вот не наша тема. Да, мы можем ее смело не бояться, зная, что есть такие технологии. Или как? Многие же боятся. Старость мы можем не бояться. Ну, вот выглядеть мы будем всегда хорошо, если, например, будем посещать клинику ТОРе. Конечно. Это так или нет? Или все-таки есть то, что над чем не властна еще медицина или эстетическая косметология? Ну, я не знаю, что кто бы еще прожил 150 лет и 200, хотя сейчас все об этом говорят. Я. У меня линия жизни плавно переходит в пульс. Так, отлично. Поэтому меня это очень тема волнует. Отлично. Ты можешь вот меня сохранить вот в такой, какая я есть, ну, плюс-минус 5 лет? Можем. Можешь. Да. Все, я могу спать спокойно. Ну, хирургов после ста мы привлечем. Ну, после ста. После ста, не раньше. Не раз. После ста, хорошо. Ну, у меня все устраивает. Слушай, ну, все, вообще жизнь налаживается, красота. Оль, скажи честно, а почему ты, имея такую возможность, вот сейчас немножко такой провокационный вопрос, там всякие препараты, чтобы похудеть, уколоть, то все. Почему ты не делаешь себе осинную талию? Не знаю. Как-то мне даже в Инстаграме, наверное, пациентка одна написала, а почему директор Тори не худеет? Да. Вот такой вопрос был. Да, да, да. Я ей ответила, худеет корень худо. Поэтому я не собираюсь туда. Ну, то есть настолько тебе нравится твоя аппетитная форма, что ты не собираешься, вот, что-то там, у тебя и в голову не приходит, что надо что-то там поубирать. Один раз, помню, один диетолог мной занялся и начала рассказывать, почему вы столько весите. Я говорю, слушайте, я вам сама могу все об этом рассказать. Почему, да как, и что в мозгу. И тут она решила меня убить вопросом, который сейчас я принимаю решение, что лишний вес надо убрать. Он говорит, а когда вы голой смотрите в зеркало, вам нравится? Я говорю, очень. Я возбуждалась. И не только я, еще мой муж. Я говорю, да, да, честно, я говорю, честно. Ага. Но сейчас могу тоже честно сказать, что мне пузо мешает шнурки завязывать. Животик. Да. Пригляделось пузо. Мой животик, мой, это из-за анекдота. Да, вот один из врачей клиники с хитрецой, как я ей сказала, буквально вот позавчера, привела, просто так навстречу, Ольга Николаевна, просто навстречу, работать у нас не собирается этот врач-эндокринолог, просто поговорить. Да, да, да. Ну, возможно, я схожу и послушаю, что мне говорят и как убрать это пузо. Ну, я не знаю, там пузо, не пузо. Я серьезно говорю, смотришь на тебя и, правда, веришь, что ты с собой довольна и вокруг у тебя все это получается именно потому, что ты искренне с собой. Вот веришь, в глазах блеск счастья, улыбка потрясающая, все в тебе гармонично и, ну, правда, вот с тобой разговариваешь и думаешь, ой, кайфушка, кайфушка. Это я к чему говорю, чтобы те, которые посмотрели, девчонки, стройные, замечательные, красивые, молодые, откуда у них столько комплексов, я ума не приложу, и мне хочется, чтобы они вот эту передачу посмотрели, потом еще раз посмотрели, потом пришли с тобой, вот даже просто пообщались, да, и зарядились этой энергией, это правда здорово. Ну, а клиника Тори еще раз называем адрес, чтобы все забыли. Третий Донской проезд, дом 1. Это правда, абсолютно права, народ разный приходит просто на меня посмотреть, вот, я всегда за то, чтобы встретиться с народом, да, 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 давайте встречаться с народом, вот, поэтому адрес такой замечательный Ольга Лариной, и посмеетесь, и вкусные кофе отведаете, и с настоящими профессиональными врачами пообщаетесь, и вам точно там никто не навредит, это даю голову на отсечение и я, Прель, а если Прель говорит, вы помните, она говорит правду, и потрясающая, очаровательная женщина, директор генеральной клиники Тори Ольга Ларина. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. 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 Спасибо.